Эта неделя показала, что исламское государство теряет подконтрольные территории в Сирии. И вот на фоне таких обнадеживающих новостей мировой скандал. Британская газета Times обратила внимание, респектабельные бренды от автомобильных компаний до крупных университетов, сами того не зная, помогают боевикам деньгами. О невольных спонсорах терроризма и финансовых схемах. Максим Красоткин. Видео с казнью американского журналиста Джеймса Фоули вызвало в 2014 году настоящий шок и собрало несколько миллионов просмотров, хотя и было доступно на мировых интернет-порталах всего несколько часов. С тех пор террористический Голливуд значительно нарастил объемы и сегодня публикует свои ролики с пугающей регулярностью. Хоть рекламу размещая, впрочем, британское издание Times уверяет, что это уже происходит. Журналисты опубликовали скриншоты, где на экстремистских роликах появляются баннеры известных компаний. А вот и заголовок. Большие бренды финансируют террористов через интернет-рекламу. Это может приносить экстремистам десятки тысяч фунтов в месяц. Объявления, появляясь рядом с видео на YouTube, обычно приносят автору 7 долларов 60 центов за каждое тысячу просмотров. Некоторые из самых популярных экстремистских роликов имеют более миллиона просмотров. При этом авторы подчеркивают, умысла в действиях рекламодателей, скорее всего, нет. Всему виной так называемая программатик реклама. Это роботизированная реклама. Главное отличие от обычной рекламы в том, что решения принимают роботы-алгоритмы. Система сама сводит продавца и покупателя, подбирает для рекламодателя нужную площадку, то есть интернет-сервис. И дальше работает в двух направлениях. Ищет подходящие ролики и пользователей с подходящими интересами. Система их анализирует, что, допустим, ролик интересовался в меру обеспеченный человек, которому могут быть интересны, допустим, люксовые бренды. Соответственно, когда он будет смотреть детские ролики, или он будет смотреть ролики ГИЛ, и там и там ему может попасться реклама люксового бренда. Деньги рекламодателя получает интернет-портал, который делится с автором ролика. И все это также происходит в автоматическом режиме. Чтобы начать зарабатывать на таком сервисе, как YouTube, автору нужно для начала завести аккаунт, подать заявку на монетизацию роликов и ждать ответа системы. Не обязательно регистрироваться самому. Можно доверить это третьим лицам. Нужно лишь правильно подобрать страну. Сеть хоть и глобальная, но есть нюансы. В разных странах очень разное законодательство, которое, конечно, регулирует, что можно показывать, что нельзя. Известная скандальная история, что на YouTube лежат до сих пор ролики, когда во время войны в Чечне нашим солдатам отрезают голову. YouTube на этих роликах, может быть, он на них и не зарабатывает впрямую, но он зарабатывает на удержание аудитории, на привлечение аудитории. Мы направили запрос в корпорацию Google и получили ответ. На YouTube может попасть спорный или обидный для некоторых пользователей контент. И именно поэтому мы разрешаем запускать рекламу только на видео, которые соответствуют нашим требованиям. Вот эти требования. Не должно быть, например, сексуальных сцен, пропаганда наркотиков, натуралистичных изображений, связанных с насилием. Но, как показывает практика, правила можно обойти. Вот запрет на нецензурные выражения, а вот рекламный баннер на клипе группы «Ленинград». Здесь, видимо, вступает в силу исключения для новостных и юмористических роликов. Подобными же лазейками могут пользоваться и террористы. Понятно, что люксовому бренду меньше всего хотелось бы ассоциироваться с бородатыми дядьками с автоматами, которые, значит, убивают людей и устраивают анархию. Поэтому, конечно же, это случайная подборка, и, возможно, в настройках ролика указаны некорректные параметры, и система просто не смогла идентифицировать его как экстремистский. Но эта случайность напомнила еще об одной проблеме. Все во имя рекламы. Именно в интересах брендов на каждого интернет-пользователя собирается огромный массив данных, который получил название «Бигдата» — «Большая цифра». Но что происходит, когда эта информация попадает не в те руки? Да, они могут иметь возможность выходить на определенную целевую аудиторию с определенными идейными, идеологическими или, так сказать, политическими предложениями, интересами. Злоумышленникам не обязательно взламывать базы данных. Достаточно информации есть в открытом доступе в различных соцсетях. И здесь уже работает другой рекламный рынок, где террористы вербуют себе новых сторонников. А счет идет на миллионы долларов и тысячи жизней. Максим Красоткин, Роман Никифоров, Мария Солопова, Павел Шабанов и Константин Жуковицкий. Программа «Вместе». Программа «Вместе». Продолжение следует...